Добрый день! С вами Ольга Канунникова и сегодня мы будем с вами делать веточку цветущей яблони. Для этого нам понадобится шифон светло-розовый и я окрасила еще в зеленый цвет. Это для листиков, это для лепестков. Ножницы. Краски для батика красные. Как всегда клей ПВА, проволоку, нам нужна будет гофробумага зеленая для того, чтобы делать литоны. Обязательно нужна кисточка, крашеная манка, ну немножко воды и самое главное бульки. Булька вот такая она под размер наших выкроек. Вот такие выкроеки нам нужно сделать. Я хочу сделать 5 лепестков, 5 цветочков. Теперь это чешелистник, это под цветок и листочки. Для листочки это в принципе можно сделать любые. Я делала тут побольше листики, поэтому главное нам сделать правильно сами цветы, лепестки. Булька должна подходить под каждый лепесток так, чтобы вокруг нее еще где-то, наверное, сантиметр-полтора оставалось материала. Чтобы она пробуливалась только посредине, а не полностью закрывала весь лепесток. Ну и так начнем. Прежде всего из нашей выкроеки нам надо выкроить основное, это цветочки. Берем наш на крахмальный, на желатининный, на желатининную ткань. Сворачиваем ее по размеру, под размер нашей выкроеки. Нам нужно 5 лепестков сделать, значит нам нужно гармошку сделать, чтобы было 5 слоев. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас 5 слоев. Прикладываем выкройку и ножницами обрезаем, чтобы было удобно, лучше нам, конечно, делать вот так. Сначала мы вырежем круг, а потом из этого круга уже будем вырезать полностью все лепестки. И вообще, некоторые рукодельницы советуют каждую лепесток, каждую часть врезать отдельно. Так будет аккуратнее и это правильно. Мы все-таки это сделаем, чтобы было быстрее и нагляднее. Вырежем сразу 5 цветочков и потом их подправим. Как подправить, я вам покажу. То есть сначала нам нужно вот внешнюю часть их вырезать. То есть, в принципе, сейчас лишнее, чтобы не было тут грязи у нас. Берем, вот получилось. Что у нас получилось? Вот 5 таких цветочков. 5 таких цветочков. Сейчас я их быстренько немножко подровняю, потому что действительно каждый лепесточек должен вырезаться отдельно. Теперь смотрите. Теперь каждый по отдельности мы прорезаем ближе туда к серединке. Так, чтобы от середины у нас где-то было миллиметра два. Полтора-два миллиметра оставалось место. Ну да, где-то два миллиметра. Вот. Каждую часть листочка мы еще раз прорезаем. Для чего это мы делаем? Для того, что когда мы будем придавать объем нашему цветочку, наши листики получатся более объемные. Они вот так вот будут стоять. Поэтому, это сделать надо обязательно. Но опять-таки сильно туда до середины не дорезайте. Вот. В цветке яблони всего, как вы видите, пять листиков. И посерединке еще такие вот небольшие тычинки. Как делать тычинки я вам тоже покажу. Ну вот. Таким вот образом мы с вами вырезали все цветочки. Теперь нам... Смотрите. В принципе, цвет наших цветочков бледно-розовый. Он подходит как раз под цвет яблони. Но все-таки лучше, когда цветочки немножко тонированные. То есть, имели оттенок более насыщенный розовый. Поэтому мы берем с вами краски батика красные. И едва-едва делаем вот такую бледно-бледно-бледно-бледно-розовую краску. И вот именно такой бледный раствор нам вполне хватит для того, чтобы немножко затонировать листики. Лепестки, не листики, лепестки. Вот. Раскладываем наши цветочки. Вот их у нас пять. И быстренько мы это сделаем. Вот так. По кругу. Понимаете, едва. Едва-едва. Вот такие розоватые они получаются. Серединку не трогаем. То есть, мы их делаем более насыщенной. В принципе, ничего больше делать не надо. Так. Сейчас я их уберу на салфетку. Отдельно положу на салфетку, чтобы они сушились. Вот. Сейчас салфетка быстро впитает лишнюю влагу, и они высохнут. То есть, нам не надо, чтобы эти листики были сильно насыщенные. Вот сейчас уже тот цвет, который сейчас у нас здесь на салфетке, вполне подойдет. Так, и последний листик. И цветочки у нас будут готовы. Пока цветочки наши сохнут, мы с вами, вот они у нас уже готовы, сохнут. Мы их уберем в стороночку и займемся вырезанием чешелистников. Это чешелистники, это как раз то, что идет под цветок. Вот. Для этого нам понадобится вот такая зеленый шифон. Я вот ее, у меня чисто такого зеленого яркого не было. Я просто обычный шифон покрасила зелеными красками. Вот смотрите, что я хочу сказать. Мы делаем 5 листочков, и я еще хочу сделать к этому букетику где-то 2 бутончика. То есть, и ко всем, и к цветочкам, и к бутончикам у нас будут прикрепляться чешелистники. По крайней мере, я так хочу сделать. Значит, всего нам нужно 5 цветочков и 2 бутончика. Это 7 штук. Вот. Складываем вдвое вот у нас вот эту полосочку. Это будет 2, 4, 6, 7, 8. Вот, по-моему, как раз все подойдет, да? Да, как раз подойдет. Даже можно, наверное, побольше. Сейчас, секунду. Пусть лучше будет немножко больше материал выглядывать. Особо не жалейте никогда. Так, 2, 4, 6, 7, 8. Сделаем 8 чешелистников. Один будет лишний. Он у нас никуда не денется. Чешелистники нам всегда нужны, когда мы делаем цветы. Ну и вот. И начинаем вырезать по выкройке. Старайтесь всегда делать это аккуратно. А со временем у вас появится навык. И вы это делать будете прям быстро-быстро. А вначале торопиться, конечно, никуда не надо. Потому что от этого вот все равно зависит качество работы. Вот и все. Наши чешелистники готовы. Теперь они у нас... Да, да. Посмотри, тут они все у нас разрезались. Хорошо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. Чешелистники у нас готовы. Теперь мы вообще откладываем. Остались у нас листики. Листики я уже сделала сама перед нашим мастер-классом. Почему? Потому что у меня уже есть мастер-класс, как делать листики. Я вам покажу, какие листики у меня получились в этот раз. Вот. Видите, какие? Я хочу вот просто вот их уже использовать. Вы можете посмотреть на моем канале, как их делать. Вот они у меня уже готовы. Все. Теперь нам надо сделать бутончики. Я вам сказала, я хочу делать 2 бутончика. Да, для бутончика, вот я вам забыла сказать, что нам еще понадобится вата. Берем кусочек ваты. Сворачиваем ее. Ну, где-то вот так. Примерно. Берем проволоку сантиметров, ну вот, смотрите, сколько здесь будет. Ну, сантиметров 15, наверное. 17. Примерно по центру. Вот. Нашу вот так сложенную вату мы закручиваем проволокой. Докручиваем проволокой. Тут вот у нас немножко водичка осталась. Немножко такая розовая. Она нам как раз пойдет. Мы ее тут и соберем на стекле, почистим стекло. И как раз она у нас и пойдет на наш бутончик. Вот, смотрите, как получается. Можно еще немножечко тонировать бутончик вот этой водичкой, который мы тонировали тоже. Вот так. Наши лепестки цветов. Вот так. Думаю, что вполне пойдет. Откладываем в сторону воду, чтобы нам ее не перевернуть. Теперь берем полоску гофробумаги. Ищем кончик. Вот он. Берем клей ПВА. Полностью все промазываем и обворачиваем вокруг нашего бутона. Все. Наш бутон, можно сказать, готов. Теперь мы берем, чтобы уже полностью он был готов. Можно сделать так. Можно взять, оттянуть немножко листики у чашелистника. Немножко опять подрезать к середине. Вот эти маленькие и мелкие листики. Вот. Немножко клея нанести. Клей немножко жидковатый у меня. Сейчас посмотрим. Если не прилипнет, то можно взять строительный ПВА. и обернуть наш бутончик. У меня получилось так, что один листочек у меня срезался. Потому что мне аккуратно разрезало к серединке. И как я вам уже говорила, здесь у меня получается так, что клей ПВА достаточно такой жидкий, поэтому она не прилипает, листочки не прилипают. Но вы уже систему поняли, я чуть попозже все это приклею клеем строительным. А пока мы наш бутончик оставим в покое. Пусть он пока сохнет. Вот. Теперь мы займемся тем, что будем делать тычинки. Как делаются тычинки? Как делаются тычинки? Для этого мы берем... Я вам уже показывала, из чего делать тычинки. Я вам показывала, что есть упаковочная упаковка для букетов. Вот с этой упаковки для букетов я уже нарвала вот такие нити. И из них, из них я уже их подрезала. И теперь я буду делать из них тычинки. Вот я взяла горсточку, взяла проволоку длинную где-то сантиметров, опять-таки, ну, 13, наверное. Складываю посредине и обворачиваю наши тычинки вокруг.